Мы вас приветствуем. Рады, что в очном формате есть возможность встретиться. Это такой третий год с Ириной нашей совместной работой. И вот очный формат собрания от психологов в первый раз. Сегодня хотим поговорить про особенности подросткового возраста. И если дальше... Вот у меня нет вуза, к сожалению, поэтому придется как-то мне показывать, что нужно дальше. Там будет просто слайд про то, как... Да, дальше слайд. Организовано сегодня будет собрание. Про что хотелось бы поговорить. Мы не будем читать слайды, но что-то мы будем комментировать. Понятно, как-то шифровать, раскрывать. Ну, читать вы точно умеете, да, видите. О, что пойдет речь, то есть подростковые особенности, особенности подросткового возраста мы рассмотрим с трех сторон. На этот треугольник нужно посмотреть. То есть мы попытаемся рассказать свое видение, как у нас в школе, да, как мы понимаем возраста, как мы пробуем работать с подростком. Мы расскажем про него, да, про подростка, что с ним происходит. И про родителей. Собственно, про вас, да, кто здесь собрался. Ну, вообще есть и, в общем-то, про взрослых, которые рядом с подростком. Вот, и смотрите, сейчас тоже важно заметить, надо понять. Я вижу, что есть те, кто из шестых классов, а не только из шестых. Мы будем еще делать акцент. Так, ладно, не шли за чуть подожжим. Там много человек. Проходите, пожалуйста, мы уже начали. Да, 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 мы начали, прям нужно очень быстро проходить. Смотрите, мы репетировали собрание, и мы в час не уложились. Поэтому мы в час точно не уложимся. Это было полтора часа, и мы там где-то сжимались. Но у нас есть для вас одно предложение, про которое мы скажем позже. Поехали. Сейчас надо вспомнить. Да, вон, точно. Мы пока попробуем без микрофона. Если вдруг плохо слышно, вы нам скажите. У нас тут есть микрофоны, мы можем... Может, мы можем попробовать? Нет, хорошо слышно, да? Да, нормально. Нет, нам лучше, да? Нам плохо слышно. Давайте это вот так, да? Да, это ощущение, потому что... Да, ну вот... Здесь у нас присутствуют родители из шестых классов. Почему мы решили пригласить? Потому что... Да, потому что в том году, когда мы делали родительское собрание, оно попадало в зуме, и от шестых классов было 13 человек. А потом все полгода, ну, весь учебный год, мы бесконечно проводили консультации, на которых просто повторяли все, что написано на нашем родительском собрании. И одна из целей родительского собрания, поскольку в школе в наше учится больше 2000 человек, это, конечно, снизить количество консультаций, потому что очень много вопросов, с которыми к нам обращаются, они все учитываются в этом родительском собрании. И обычно родительское собрание у нас занимало даже меньше часа, но поскольку приемов у нас достаточно много, и как будто бы их становится все больше и больше, мы вопросы какие-то, кейсы, нюансы все рассматриваем, и те, та информация, которую мы с родителями обсуждаем, мы вносим сюда, ну, как теоретическую такую. И в итоге наше родительское собрание, половина слайдов из этой презентации у нас исчезла, но тем не менее она все равно занимает очень большое количество времени. Да, и в чем, ну, вот здесь основная ценность, вот у нас есть такой треугольник, когда мы говорим, что если нам хочется, чтобы этот наш прекрасный человек, подросток, а мы его пока не подросток, а человек развивался, и образование, так как и одна из частей и обучение, то нам очень важно, чтобы это было вот в этом треугольнике. Ребенок, родители, школа. И если хоть что-то выпадает из этого треугольника, ни развития, ни образования не может случаться. Поэтому это такой разговор, ну, так скажем, на троих. Да, я добавлю по поводу второго пункта. Все-таки мы собрание готовили каждый год в рамках задачи адаптации пятиклассников. Поэтому результаты, их там немного будут, они такие обобщенные, в целом скажем, да, чтобы вы видели, что там проведено было, но это будет про пятиклассников. То есть, и поэтому, если вот здесь есть шестиклассники, то это вот не про ваших детей. Хотя не про них тоже отчасти, просто мы выделили особенности этих пятиклассников, на что мы выделили. Вот, можно дальше. Ну, вот сейчас как раз, да, по школу. Можно дальше. Ну, вот на наш пляж, да, что происходит? Происходит такой двойной переход с ребенком онлайн. Ну, во-первых, вы знаете, да, что буквально физически дети меняют пространство. Это то, что, по-важному моменту. Они приходят в другое пространство физически, видят, помимо пространства, встречаются и знакомятся со взрослыми другими. Не только, кстати, с учителями. Ну, у них появляется классный наставник, и появляется несколько учителей. С каждым из них устраиваются точно какие-то свои еще отношения, и как-то вот нужно узнать этого учителя. Вот с одним так можно говорить, с другим так нельзя говорить, да. С одним это работает, с другим нет. Ну, то есть, как будто там хитрость они тоже могут применять. Поэтому вот здесь все перечислено, да. Вы можете прочитать, посмотреть, но для нас что здесь важно? Что возраст — это такое новое условие для того, чтобы какие-то изменения в подростковой ступени, они происходили. В этом смысле мы вот эту ступень меняем под возраст, понимая, кто приходит. Ну, смотрите, это может быть так идеальная картинка, да. Понятно, там ошибки есть, и все есть, но мы в процессе, в общем, реагируемся на то, что ступень должна быть устроена, чтобы она приняла, вот второй момент, да, вот этот новый возраст, возраст этих сильных чувств, переживаний, вот этих каких-то первых столкновений с миром, с другим, через другого с собой. Вот, это важно, не другое. Первая фиксация. Дальше. Слайд, да. Когда мы это понимаем, да, про то, что пришли дети, которые сейчас сильно в таком двойном переходе, мы вспоминаем про то, что... Ну, вот есть такая картина Николаевна Поливанова, она уже не современных психологов, наверное, так уже нельзя сказать, но тем не менее, когда они приезжали в школу, Геннадий Вильверс, да, они таки были экспертами, смотрели, как мы здесь работаем, на чем стоим, и она вот писала про подростков особенно, и она выделяла такое образование возраста, как авторское действие, что вот важно, чтобы в этот период, он как-то состоялся у ребенка. И когда мы это понимаем, что подросток автор, может быть автором своих действий, то мы как взрослые, что мы понимаем, да, у него может быть замысел, но он точно его сам не реализует. Ну, у него может быть вначале картинка, вот я хочу, потом пробел такой, как это будет организовано, непонятно, и в конце образ результата. Не знаю, хочу станцевать на сцене, вижу уже себя на сцене, а как я как бы приду к тому, чтобы организовать процесс, появиться, предъявить номер, да, пока не представляю. Поэтому важен тот взрослый, который в школе, ну, у вас это чаще классный наставник организует такую работу, как-то относится внимательно, чувствительно, да, в идеале, да, к ребенку, к ученику, который пришел, и предлагает. В этом смысле в школе есть очень много разных мест, проектов, куда ребенок реально может включаться, мы чуть дальше скажем, мы как раз про пятиклассников, куда они, кстати, уже включились. Такой тоже важный момент. Да, и вот здесь я можно добавлю, что когда мы задаемся вопросом о том, как сделать так, чтобы он начинал учиться, делать домашние задания, чтобы у него появлялся интерес, чтобы он задавал вопросы учителю и так далее, потому что для нас это важно, когда, если мы говорим про реальное образование, а не фикцию, то мы говорим, что ему должно быть понятно, ну, родители часто приходят с вопросом, что ребенок задает вопрос, зачем мне, ну, и дальше, да, там, перечень предметов, это здорово, то есть очень много лет, как будто бы пытались, чтобы дети начали задавать вопросы, и родители говорят, а ты подумал зачем? А ты подумал зачем? Все, у них это вросло, и теперь они спрашивают, а зачем? И тут родители не готовы ответить на вопрос, а зачем? Потому что, правда, непонятно, зачем мне знать логарифмы там, ну, хотя, не очень логарифмы, ну, в общем, чего-то непонятно, и ответы всякие там, нужно быть, очень общий ответ, а на его шкуре еще эти общие ответы непонятны, и ценности быть образованным, вообще-то непонятно, про что вы говорите, абсолютно. И тогда мы понимаем, что ему важно, чтобы его, вот это знание стало прикладным, но чтобы знание стало прикладным, он сначала должен где-то себя почувствовать, что он вообще может что-то сделать. И, например, у нас школа, ну, а дальше, если мы понимаем, что он должен где-то что-то, мочь сделать, это вопрос тогда к взрослому, а что взрослый, то есть из всей области, готов ему отдать. То есть если мы говорим, что он должен научиться дома прибираться, значит, у него должно быть место, где он может не прибираться, и узнать, а каково это будет, если он не будет прибираться, и вообще через себя это пропустить и почувствовать. Потому что взросление, это когда я сам принимаю решение, а если мне все время говорят, ну, и здесь дальше у нас будет слайд, но я заранее его озвучу, слайд звучит так, давайте определимся с целью. Он похож. Да. Ну, я вот сейчас, да, и повторение моего лечения буду. И мы в школе определились с целью. Нам важно, чтобы он повзрослел. И не называя школу, но есть недалеко от нас школа, где им все равно на взрослении. Им надо, чтобы он узнал физику и математику. И то, что он ходит в форме до 11 класса, и по стойке смирно, это никакого отношения к взрослению не имеет, но это их цель. И мы с ними в этом смысле разные. И цель нашей школы, чтобы он вырос, повзрослел. И тогда вопрос к нам, ко взрослым, что мы готовы ему отдать. Ну и вот, например, ну я не знаю, знаете вы про это или нет, вы можете сегодня с классом со своими пройти. Мы отдали им очень большое пристранство в школе. Это весной. Это уникальная штука. Даже для России. В рамках России. У нас там приезжали с многих городов, смотрели, говорили, что это круто. Мы назвали зеленая зона. То есть зона, где они могут проявляться, быть собой, быть автором. Это наша лестница. И когда мы им эту лестницу отдали пожарную, то, что они сделали за пять дней, это была хатастрофа. А кто-то слышал? И учителя ходили и говорили, ну я, как сказать, держатель этой идеи. Я думала, меня вынесут из школы абсолютно. Учителя кричали и говорили, что это кошмар. И вообще вы что сделали в гимназии? Я говорю, как наши дети сделали. Говорят, это не наши дети. Это не наши дети. Но что самое главное, что там моя лестница просто учится, и она говорит, и ты разделай ты что-нибудь, чтобы это закрасили. Я говорю, ну сделай. Она говорит, мне плохо там ходить. Я говорю, ну это же вырисовали. И это бы здоровская практика, когда дети смогли, то есть они нарисовали вот столько, но все там, ну сколько это человек это нарисовали, и получился такой лютый подъезд из девяностых. И они на своей шкуре... Нам было кофе стараться? Да, надо было. Они на своей шкуре почувствовали, что это, ну, некрасиво. То есть когда они рисовали, им казалось, что это будет классно, красиво, прикольно, круто. У них любимое слово круто. Но оказалось, что это ужас. То есть когда в туалете одна надпись есть, да, ну типа, ничего такого. А тут вся лестница. Это была, это был ужас. Правда. Но мы такие, ну вы это сделали, живите в этом. И они весь май мучились, ходили. Но там никто почти уже, там никто не ходил. Они все стали обходить. Но они прожили это. И у нас была договоренность, что мы все каждую каникулу будем эту лестницу закрашивать. И вот когда вы сегодня пойдете, вы увидите ее уже немножко другое там появились. В первой четверти не было таких работ. Даже, наверное, ну и вот в конце второй четверти уже в декабре появились очень достойные, красивые работы. Но она все еще такая подростковая. И вот это то, как выглядят наши подростки. Ну то есть мы готовы были им это отдать и прикрывать своими спинами их от недовольств других людей. Ну тогда некоторые слайды мы, может быть, даже пропустим. Это пусть пока повисит. То есть если говорить про задачу возраста, одна из задач возраста, это, ну что он пробует делать? Это выстроить дистанцию, да, для того, чтобы обрести некоторую независимость от родителя. Ну мы будем говорить про родителя. Да, для чего? Для того, чтобы повзрослеть. Ну то есть, смотрите, это важно. Это даже дистанция может быть эмоциональная. Ну в таком эмоциональном плане, там с грубыми словами это тоже дальше будет. Это больно порой, да, там, от своего любимого ребёночка, который вот ещё ребёночком был, но уже не ребёночек, слышит какие-то такие грубые слова, там, тоже чуть позже не буду забегать, вот и вперёд. Вот, поэтому, но когда это понимаешь, тогда проще, ну вот воспринимать его таким вот в этом периоде взрослеющим, который в процессе, который как-то оформляется. И, ладно, не буду сейчас в этом блоге говорить. Давайте дальше. Поэтому гимназия отстроена таким образом, чтобы, если возвращаться к актовскому действию, вот этому, да, и замыслу, чтобы как-то поддержать, да, несмотря на то, что там подростка, конечно, может быть, следует всплеск эмоций, он там, не знаю, сейчас сказал хочу, завтра он не хочет, но важно всё равно предоставить эти места. И вот, ну, Ирина рассказала уже про лестницу, да, ещё в этом году, ну, там мальчиком была инициатива, когда он пришёл из пятого класса и говорит, я там хочу мероприятие организовать. В общем, ну, наверное, в какой-то другой школе, где там важны, там, сильно знания, только то, ну, сказали бы, вряд ли, да, там лучше, там, идти домашку делать, к примеру. У нас как-то откликнулась администрация и нашли место, время, да, для того, чтобы это состоялось. Можно дальше. Ну, давайте ещё здесь. Что важно, что в этом кризисе, когда вот всё-таки уже прям кризис-кризис мы начинаем видеть, да, что то, что было раньше и работало, какие-то способы взаимодействия, они уже не работают, а нового ещё вообще нет. И вот этот кризис для подростков как такое пространство проб некоторых, где любая ситуация начинается восприниматься или интерпретироваться как вот проба. То есть мне важно почувствовать и попробовать себя разным. Это такие, ну, то есть и проба, там, курить, наверное, если в эту сторону уйти, это тоже такая некстрая проба. Ну, а потом я как бы к этому отношусь. Как бы хочу так или не хочу. Сейчас я посмотрю просто, что там. Пропустили один кусочек пространства. Я просто скажу, почему важно. Потому что пятые классы, когда приходят, возможно, вы уже это обсуждали, вам классно и говорили, что у детей есть возможность обустроить пространство класса. Это тоже очень важно с точки зрения адаптации их и вот этого, знаете, освоения, когда я вот это пространство делаю своим, как-то его обустраиваю. Пусть это даже будет доска с фотографиями класса. В этом году первая ситуация, кроме модульных классов, когда классы делят буквально кабинет пополам. Да, это шестой и пятый класс. Но тем не менее, это можно. Это будут прям такие проекты, они будут защищать у директора, и вот идеи предлагают. Вы просто как родители тоже знаете, да, можно включиться и как-то посодействовать. Ну да, я здесь, наверное, добавлю, почему мы на это идем, почему нам это важно, что, ну и вот здесь, да, такую тоже добавку сделаю, что он подросток, человек, и вы даже сами можете сказать, что мы будем учиться только у тех, кому мы доверяем. Если мы не доверяем учителю или школе, она нам кажется странной, чужой, инородной, вообще не к месту, то я у этого места, пространства или человека учиться не буду. И поэтому, когда мы с родителями разговариваем, мы говорим про то, что, конечно, очень важно, чтобы, если вы выбрали эту школу, то разделять ее ценности. Если вы ценности, цели не разделяете, то лучше выбрать другую школу, потому что для него это будет тяжело, что он живет, учится, и, например, ему говорят, учись на пятерке, а потом, ну, например, мама в соседней комнате разговаривает с подружкой и говорит, какой учитель дурак. Ну, например, да, сейчас такой грубый пример. Почему? Потому что он понимает, зачем мне учиться у того, у кого, в принципе, учиться и не надо. Ну, то есть вот эта история, чтобы, ну, такая, у него была, у него и так очень много разделенностей, чтобы это была такая цельная история. И в этом плане мы понимаем, что, а, да, у него должно быть доверие, чтобы было доверие, оно начинает, ну, и вообще отношения, они начинаются, да, с такого физического контакта. Ну, то есть, когда я могу, когда я здесь уместен и когда я присвою это пространство себе. И в первом полугодии, да, вот оно у них начинается с этого проекта, когда можно в школе что-то в классе сначала сделать. А во втором полугодии, да, у нас будет большой праздник, 106-й день, да, кто-то с ним уже знаком, кто-то нет, это длится целую неделю, где придуманы абсолютно разные активности для того, чтобы каждый нашел себе место и понял, что, а, эта школа тоже про меня, и я здесь вообще-то не лишний. И это очень-очень важно, потому что, ну, вот, я еще классный советник 11-го класса, и когда ко мне пришла девочка в 10-м классе, я понимала, что она на уровне, ну, то есть, у нее много чего не получается учебного, потому что она на уровне, ну, 5-го класса. Она еще адаптацию в школе как будто бы не дотрожила. И когда мы проводили рефлексию подростковой школы, она сказала, что самый лучший день в ее жизни это был 106-й день в 9-м классе, потому что она надела маску чумного доктора и неделю ходила в школе по дней. И я первый раз себя почувствовала в школе безопасно. Ну, вот такая организация психики была у человека, что без маски она себя безопасно не чувствовала. Мелочь, мелочь. Мы в декабре снежинки повырезали, ну, в 10-м классе неуместно, но а что поделать? И вот постепенно человек развернулся к школе, и у нее учебная успешность начала складываться. Поэтому для нас очень важно и, ну, и, как, в общем, интерес от родителей к этой истории, да, а что там, ну, а принеси в школу, не знаю, что там, мишуру, да, на Новый год. Ну, то есть, но здесь важно, смотри, что если бы она тебе озвучила эту идею, и ты как бы не сопроводила и не дала бы это пространство, скорее всего, ты вот, я могу, да, я сама, и вот у меня получилось, не возникло бы. Ну, то есть оно бы могло, но вот дальше как подхватим. Ну, это и родители уже так же важно. Мы, например, можем требовать, там, убираться, уборку пришло, там, чистоту, да, но при этом эта чистота и его понимание может не совпадать с чистотой в нашем понимании, да, он как бы убран, а это как? Это как выглядит? В том смысле, так же и в школе, да, что вот если не поддержим, да, то вот вряд ли это сам, ну, сам этот человек дойдет, хотя уже в 10 классе. Дальше. Заканчиваем блок про школу. Можно дальше слайд, да, и как раз вот Ирина уже озвучила, когда мы с целью определяемся, когда я говорю, мы это вот, мы в школе, да, в данном случае, тогда вот этот процесс образовательный, в принципе, вот эту среду образовательную, ну, как-то, вроде, понятно, как выстраивать. Ну, вернее, как, мы ее пробуем, как понимаем, а потом смотрим, ну, так, не так. Ну, будет жаль, если как-то про это, да, собираемся и понимаем. Поэтому, вот это такой путь, реально. И иногда у родителей, у нас, да, я тоже родитель, тут присоединюсь, есть такое, знаете, желание убрать камни, очистить прям с его пути, с дороги, ну, потому что мы уже больше понимаем, вот не хотелось бы, чтобы здесь они упали, да, или там расшибли лоб все. Вот, но важно удержаться, потому что, ну, как, а где вот этот опыт свой, ну, как это, как его получить, если не падать? Да, не вставать, не идти дальше, вот. Но это не значит, что мы тоже такие, ну-ка, иди там, падай, бейся, теперь уж как-то сам. Тоже нет, тоже, мы не сильно важны в этот период, он считается чувствительным или сенситивным, из такого слова, да, что он очень-очень такой, вот именно, когда я говорю этот период, это мы же сегодня еще про младших подростков говорим все-таки, потому что подростковым возрастом тоже делятся. И сейчас, может быть, вы вспомните своих сейчас детей, когда им было 8-9 лет, возможно, вы уже тогда начали замечать некоторую предподростковость. Сейчас границы сдвинулись, и кто-то вот уже фиксирует с 9 лет, потому что прям гормональная перестройка у девчонок там месячные начинаются, да, там 9 лет, 8 лет, и до 23-х лет мы еще можем видеть подростков. Ну, плюс-минус 3 года, по-разному, кто-то 25 вообще говорится. Вот. А этому, поэтому, какой у них язык, да, ну, может быть, это бунт, про чест, агрессия, и это тоже все про то, что им позволит прийти такой некоторый доступ к этой взрослости, но при этом они понимают в своих 10, 11, 12 лет, что они совсем еще не взрослые. Ну, это понятно, да, там 16 еще, может быть, они будут какие-то проявлять действия, и тогда тоже как родителю важно понимать, ну, хотя, ладно, как родителю позже скажу, все, двигаемся. Мы помним, что время хотелось, чтобы за час уложиться, поэтому можно дальше, Алина. Сейчас как раз будет еще дальше вот про них, а пока не про нас, про родителей, что здесь, а, нет, все, я уже подговорил, вот сейчас говорит, надо на презентацию посмотреть. Что вот как раз про пятиклассников, что мы провели? Есть такое социологическое исследование, это исследуется атмосфера в классе и некоторый коэффициент сплоченности, да, выводится. Это проводили психологи на конец четвертого класса, и с этими результатами пришли в пятый класс, да, эти классы, и классы-наставники также знакомились, и вот сейчас, честно сказать, не знаю, проводили ли они сами внутри класса, да, посмотреть свежую картину, но мы основывались вот на конец четвертого класса. Поэтому результаты есть у класса, но там, если что, вы можете спросить, мы про это не будем сейчас поговорить. Да, но вот я единственное здесь, что бы добавила, почему это важно. И здесь опять такая развилка про то, чтобы попробовать удержать баланс. С одной стороны, мы говорим, да, абсолютно точно, ему лучше, проще учиться, если в классе он себя чувствует хорошо. Ну, и здесь важно понимать, что хорошо для всех по-разному. Для кого-то хорошо, это если у него есть один друг, ну, то есть человек не социальный, больше такой интровент. Для кого-то хорошо, это когда он звезда в классе, лидер, и все там за ним идут. С другой стороны, мы такую штуку наблюдаем, что любая ссора в классе, да, воспринимается как буллинг, и вот в соцсети все нам рассказали, что такое буллинг. И родители бегут решать за ребенка, пишут другому родителю, и, в общем, все их конфликты купируются. И тот, тот вариант, ну, это плохо, потому что как он научится строить отношения, если он не пробует быть в конфликте. И что важно здесь понимать, что очень часто, когда они вступают в конфликт, ну, не знаю, часто-нечасто, пусть будет там, есть процент тот, когда они вступают в конфликт, не для того, чтобы доказать, что я прав, а для того, чтобы с тобой поспорить, и чтобы твою точку зрения лучше узнать. И для них вот эта история с тем, чтобы пощупать границы, да, то есть вот учиться, она очень сильно важна. У нас в школе есть служба переговоров, и те годы такого не было, в этом году уже некоторые классы познакомились с этой службой переговоров. вот дальше мы скажем про эти моменты, но здесь очень важно вот эту некоторую грань держать, понимать, что да, очень важно, чтобы ему было в классе хорошо, но я не бегу за ним решать все конфликты, звонить мамам, настраивать всех против всех, но я что делаю, я обязательно что делаю, я делаю что-то, чтобы было ему хорошо, ну и здесь важно понимать, что вот мы дальше про это скажем, но я все равно сейчас забегу вперед, про что, про то, что с одной стороны я могу вкладываться в ребенка, а с другой стороны и кажется, и мы видим, и исследования показывают, что лучше вкладываться в толпу, ну в этом смысле в культуру, потому что он впитывает бульон, ну, конечно, хорошо взять качественную курицу, да, но если мы ее положим просто в воду, да, бульон, вкусного, ну не случится, то есть, нам нужны специи, нам нужна соль, да, там, и так далее, вот примерно то же самое, и очень важно вкладываться в класс, потому что ваш ребенок учится там, ну то есть, вот в эту среду, в школу, да, там, и так далее, и в этом плане мы очень часто говорим и говорим и говорим и не перестанем говорить, что внешкольные мероприятия и выезды иногда бывают намного важнее, чем дополнительные уроки математики. Да, ну вот по сути это такая комментария был к слайду, здесь отмечу еще про то, что вот мы заметили про них, да, вот на этой параллели они какие-то такие смелые пришли, но то ли, не знаю, половина их уже здесь были и знали это пространство, в общем, они очень активно выходили на переменах, чаще девчонки, танцевали, как-то там вот на праздниках они пели, там стихи рассказывали, в общем, это так активно, в общем, до этого мы не видели такого, уже съездили в школу актива, ну и в этом году в принципе из-за пандемии ее не было, и вот такая была возможность поехать, да, и от пятого класса поехало два человека, возможно, здесь есть дети, вот те, кто ездили в эту школу актива, и сейчас коллеги, да, как правильно сказать, организуют, ну, в общем, не знаю, будет, нет, в общем, не будем тут сильно так обещать, но в общем, там идет какой-то вот такой движ, да, потом про лестницу, про стены на лестнице, вот Ирина сказала, тоже ее активно осваивали, посвящение тоже так как-то весело, задорно, и дружно они прошли классами, и со своими классами ходили, вот прям активно, смело. Ну да, и поскольку мы сейчас наблюдаем предыдущими классами, точно можно сказать, что это параллель пятиклассников, адаптируется хорошо, хочется сказать лучше, но если, да, там не сравнивают, хорошо, то, как они осваивают пространство, то, как они на уроках, то, как они с учителями, им, ну, вот правда, проще. Вот есть шанс, как раз на слайде, видите, там про безопасность места, да, что вот как-то вот у них оно прям таким уже более безопасным. Ну, то есть безопасно, значит, чуть-чуть осваиваются все, кто рядом, становятся своими. Вот, и это важно, потому что, когда я себя ощущаю уместным, да, тогда мне не страшно, то есть мои страхи и тревоги не останавливают меня, там, не знаю, учиться, развиваться, общаться. А если мне не безопасно, ну, как бы это все будет второстепенно, мне важно, ну, с тревогой как-то своей справляться и ее там преодолевать. Что вы видели, да, можно дальше еще мы про детей скажем. Алина, следующий слайд, пожалуйста. Тоже все не будем на всем акцентировать. И, кстати, вот, Ирина уже сказала про службу переговоров. И вот, вот это такое, теперь мы прям похвалили, а до этого сейчас скажем. Потому что какие трудности заметили, здесь вы увидите, в некоторых классах прям вот такие есть трудности в коммуникации. то есть буквально провокации и, знаете, без слов просто ударяем, да, и вот такое, как-то телесно добираю себя отчасти этим, ну, вот, не говорю. И поэтому каким-то классным, да, рекомендовалось участие в службе переговоров в том плане, что там дети, старшеклассники с руководителем службы участвуют в классных часах. И если это требуется, да, и какой-то конфликт прям актуальный, включается и вот разрешается. И вот в идеале передавать эту культуру, да, разговоров, что, оказывается, можно поговорить и прояснить интерес. Да, но просто и здесь важная история, если так кратко. Служба переговоров, она очень сильно важна не потому, что мы туда обращаемся, потому что мы не можем разговаривать. Мы можем разговаривать, но служба переговоров очень часто важна для того, чтобы каждая сторона могла свою истину такую донести. Через потери. Ну, то есть там есть человек, который это развеет. То есть там, не знаю, абсолютно точно, у меня была история, я понимаю, что я могу и сама поговорить, но была история, когда мне был случившийся конфликт, мне было, ну, с детьми, которые из моего класса, мне было принципиально важно, чтобы между мной и ними не возникло у них чувство вины. Самые худшие отношения, да, это если вдруг они чувствуют вину, и вот на этом отношения никаких не построить. Мне было очень важно, чтобы они не испытывали чувство вины за свой косяк, но при этом мне было, ну, а я очень бурно, реагировала. Я обратилась к психологам к службе медиации для того, чтобы со мной поговорили, с ними поговорили, это называется там интейки, и дальше, чтобы мы встретились, и случился реальный разговор. И вот нам очень важно детям передавать такой способ коммуникации, когда они могут не только сразу ударить, но еще и выстроить разговоры. в этом плане, ну, эта служба есть, она работает, и шестых классов там тоже были случаи, но первый раз такое, что и пятые классы тоже уже этим воспользовались. Да. И вот такой момент про гаджеты мы выделили, вот первый раз увидели, прям, я был один класс, сейчас уже так нет, но вначале они прям все, всем классным, например, были в телефоне. Вот прям все. Ну, это такое удивление было, мы это обсуждали с классным наставником. Эту параллели мы не выделяли как ту параллель, которая требуется определенные какие-то какие-то нейрокоррекционные перемены. У нас были, если вот есть родители шестых классов, в том году такие перемены буквально там с веревками, с мечами. Я сейчас прям не буду подробно останавливаться, потому что, скорее всего, вот как раз про сюрприз, который я говорила, и предложение мы скажем, и может быть там подробнее. Ну, в общем, можно все-таки вот эту ситуацию с гаджетом решать по-другому. То есть переключать. А очень важно, после того, как я занимался, там поучился, да, ну, буквально интеллектуальная мышца покачалась, мне нужно теперь буквально интересно свою мышцу покачать. Ну, то есть переключиться с интеллектуального на мышечное, да, или вот на какое-то физическое. Поэтому были такие перемены. в этом году у нас нет столько студентов, они нам помогали в том году, но вот многие прям классы откликались, выходили и вот просто буквально прыгали. Вот. Ну, сейчас, кстати, один класс, Д, по-моему, уже, а мальчишки принесли мяч, и, в общем, они как-то так вот с мячом заправляются там на перемене, закидывают в кольцо. Вот. Можно дальше. Ну, там такое важное, вы прочитали, красным, да, написано, что вот они такие все разные, в общем, не прочитали, что мы принимаем, понимаем их такими, какие они есть. Это тоже для нас важно. Что еще здесь хочется сказать, что если понимать вообще возраст, подростковый, любой возраст, подростковый, особенно, это такая, все равно некоторая искусственная конструкция, потому что в каких-то там обществах древних, да, архаичных, там, например, ну, не было такого, ну, не знаю, семь-восемь лет уже ходить можешь, копье держать можешь, ну, и пошли там с собой, значит, кабана убьем. Ну, в этом смысле там не было той социальной ситуации, которая создается сейчас. И в этом смысле сам подростковый кризис мы делаем отчасти своими руками. И, ну, потому что вот он биологически, так-то не запрограммирован. Просто социальная ситуация меняется. Там уже, конечно, все написано, но хотелось бы так спросить. Ну, с другой стороны, ладно, у нас не интерактив. То есть, смотрите, что вот подросток, вот там уже вот сейчас ваш ребенок вообще может запрашивать, да, там есть ответ, но тем не менее, может быть, ну, как-то сейчас регулирую ответ, может, у вас тоже свои есть ответы на то, что он все-таки запрашивает, вот что ему надо. потому что, потому что в этот период он себя уже ощущает каким-то не таким, ну, в смысле, что-то с ним происходит. То есть, он себя ощущает не каким-то не таким, не так, а каким-то другим. То есть, я какой-то другой, сейчас будем пояснять, что происходит, почему. Вот, и он запрашивает как раз вот это изменение некоторое, да, на вот социальный статус в семье. То есть, он не хочет, как вот было раньше. И взрослые иногда, взрослые родители не всегда чувствительны к этому. Может, что удобно, да, когда он слушался. И вот я сказала, ну, так и было, да, он сейчас раз, я говорю, он говорит, ну, нет, да, но когда я как родитель понимаю, что он сейчас оттачивает, ну, про себя там что-то, и вот этот бунт, это способ прийти и повзрослеть, то, ну, как-то, наверное, по-другому это все восприниматься будет. Ну, про родителей позже скажем, сейчас пока про них. Поэтому хочется вот из позиции уже не ребенок взрослый, а из позиции взрослых взрослых выстраивать в свете отношения с родителем. И, смотрите, изменения, они в любом случае, как бы, изменения психики, они заложены в природу, в любом случае это будет не происходить. И, но вот эту социальную ситуацию будем менять мы. Поэтому очень многое зависит от того, как мы будем тоже эти отношения выстраивать. Поэтому что? Мы так дальше можно слайд следующий для себя выделили, ну, из опыта, вот, сыра обсуждали, да, и консультации, и того, что, в принципе, в какой-то своей практике. А как подростков можно по каким признакам еще узнать? Смотрите, такая противоречивость, да, с одной стороны, они хотят, чтобы их понимали, ну, такое прям, главное в жизни. Нам кажется, кто понимал, зачем это? Прям главное, чтобы понимали. Да, с другой стороны, ощущения, вообще меня никто не понимает, вот, знаете, некоторая пустота, даже у них бывает, одиночество, как будто вообще никто, вот, вот, прям вообще никто не понимает. Ну, да, хочу, чтобы поняли, не понимаю. И вот это слово, может быть, вы уже слышали из своих детей, там, ненавижу. Причем, смотрите, когда вот я бы сейчас у вас спросила, кого вы ненавидите, или что вы ненавидите, вы, наверное, так подумали, ну, как-то, не знаю, как сразу не скажешь, кого-нибудь вспомнили сильно плохого персонажа, не буду озвучивать, у меня есть идея, но не буду. Ну, и, например, да, а ребенок совершенно спокойно может сказать, там, ненавижу учительницу, там, какого-то, или учителя, или, знаешь, мальшую сестру, брата, или, там, еще что-нибудь, еду, там, твой суп из брокколи. Нет, приходят люди, я там часто своим читерам делаю из брокколи, но они его любят. Например, как будто еду, там, перестала вообще любить, который раньше любил, сейчас вообще не хочу. Вот, поэтому, с одной стороны, ненавижу, да, а с другой стороны, своим поведением, вот о чем он говорит, ну, как бы, все равно любите меня, безусловно, любите, да, и принимайте, но не скажет это вам так, это никакая негласная просьба. Поэтому, если чуть внимательнее, можно вот как-то так смотреть и понимать, о чем он хочет вот сейчас в этом контакте, чего хочет. Поэтому, вот, про всерьез, да, говорите. Да, и вот, когда мы смотрим на эту первую строчку, то мы, то есть, вот с одной стороны, он говорит, я хочу, чтобы меня понимали, и вот у него прям потребность, да, и если вдруг, он обнаружен из взрослого, у которого есть уши, он с этих ушей не слезает. А с другой стороны, он говорит, нет, меня никто не понимает, мое чувство, которое вот здесь, оно прям уникально. И вот, если я в детстве так не чувствовала, теперь я так чувствую, так думаю, мама с тобой вообще не понимает меня, они вообще не так живут, и ценности у них не те, и вообще, все они делают неправильно. Кринджовые. Это слово. Да. Это означает, и слово. И что тогда здесь помогает, когда мы, например, при разговоре можем помочь ему назвать то, что с ним происходит. «Ты сейчас злишься». Не говорить, как ему из этого выходить, да, как решить, потому что очень хочется сразу дать ответ, но если просто сказать, там, ты сейчас злишься, да, ой, ты раздражен, он такой, ой, меня кто-то понимает. Ну, и все, и тогда, раз ты меня понимаешь, я могу тебе дальше рассказать всю свою трудность, с которой я столкнулся. И вот здесь эта история, что они, ну, то есть им для того, чтобы понять золотую середину, им нужно растянуться в две крайности. И в этом смысле родителям тоже приходится, так скажем, на этот шпагат садиться. И с одной стороны, да, вот здесь написано так, внизу зелененьким, что нам очень важно воспринимать его всерьез. Да, и порванные колготки или такая же кофточка, как у подружки, это действительно катастрофа. А с другой стороны, не воспринимать его слова всерьез. Потому что сегодня он хочет уйти из этой школы, завтра он вновь ее любит. Не знаю, если ваши дети участвовали в идти, то можно было проследить. Я обожаю идти, это лучшее место, потому что я на первом месте, на следующий день он опускается на место ниже. Я ненавижу идти, это худшее, что эта школа могла придумать. Кто его придумал, скажите, я ненавижу этого человека. Команда выигрывает туры. Это лучшая школа, это лучшее идти, команда проигрывает, это худшая школа и худшее вообще мероприятие. Ну, то есть, он для меня было большим открытием, правда, что рефлексия там не круговая, не целостная, а очень маленький анализ, очень маленького кусочка с очень большим эмоциональной нагрузкой. Да, следующий слайд можно. Да, вот здесь мы наконец-то можем сказать. А можно, а покажи, Алина, пожалуйста, следующий слайд, потому что у нас не такая распечатка. А, нет, тогда назад. Да. Ну, тогда я... Да, да, да. В общем, смотрите, что здесь важно, прям пометить, что тело, мозг и гормоны работают вместе, воедино, для того, чтобы, значит, наш ребёнок повырослел. И, например, вот я как-то так не задумывалась, когда, ну, смотрите, растёт кость, и мышцы не успевали, да, расти вместе с костью. Соответственно, вот представили ощущение ночам, то есть мышца чанятся. Ну, вот вроде кажется, типа, что такого? А это очень изнутри неудобно. Ну, мы, конечно, сейчас себя, наверное, не вспомним, как у нас там кости росли, хотя, как-то, может, вспомнить, там, ноги болели, или ещё что-то. Вот смотрите, вот это ощущение, когда ты в неудобной либо обуви, либо в кофте колючей, либо в какие-нибудь колбоках колючих. В общем, вот это неудобство, оно ощущается иногда. Вот это тело, оно растёт, понимаете, и вот они-то не просили, не заказывали, а это с ними происходит. Это может происходить во время урока, в смысле, что-то там с телом, буквально там, не знаю, вечное начнутся на уроке, да, вот есть про девочек. Ну, как-то мне девочки присклип, что у меня девочки у самой. Или ещё что-то. Но это тоже, это тоже с ними происходит. Не только им всё, там, математику это учить на уроке, какие-то мысли, фантазии, но чуть позже у них там даже какие-то фантазии про мальчиков, девочек, да, какая-нибудь там парочка уже начинается, с 8 класса мы там парочки видим. Вот, поэтому это тоже важно понимать, что вот это кровеносная система, косно-мышечная и вот гормональная система, такие три важные системы, которые прям вот работают на то, чтобы отраслел, менялся, тело прям такое себе не принадлежит. Может быть, вы замечали какую-то неуклюжесть, да, иногда там какой-нибудь сразу режется, кажется, вот эти вот моменты, это все, что вот тело меняет, это важно. И что происходит, что он делает, он реально исследует свое тело. Вот прям, знаете, себя, мне кажется, это себя сильно помогает, потому что мы же говорим не про них, мы тоже такими были, это им еще трудно про нас понять, потому что они такими не были, а мы уж такие с вами были, с нами тоже вот это происходило. Поэтому тело исследует очень тщательно и в этом смысле замечает любые изменения в этом теле. и, например, был у меня пример другой, сейчас я другой, например, положим, нет, не буду на себе, ладно, в общем, расскажу историю про свою одноклассницу. Я там тоже была, в общем, просто это у нее произошло, мы вот, я училась в этой школе, буквально на этой сцене, а там может по-другому было оформлено, у нас выступление на концерте танец Макарена, возможно, кто-то танцевал, кто примерно моего возраста, что Макарена, у нее была проскудана в любви, и она, значит, у нее лопается прямо, я не знаю, до 2-3 минуты до выступления, и она, соответственно, говорит, ну типа, нет, я выходить не буду, все, типа, ну как мы без себя, она прямо в любви должна была стоять. И она так как, вот еще, что сверстники сильно важны, в этом смысле авторитет родительский чуть на второй плане иногда уходит, не у всех, но сверстники сильно важны, мы тут одноклассницы, вроде даже и подружки, но как она нас подведет, она соглашается, она соглашается только, значит, во второй ряд. Все, она там переживает, господи, да все же они увидели эту мою, там, губу, там, треснувшуюся, там, обсуждали, говорили, то есть там реально, это реальные переживания были, ну я тогда тоже, это так, ну, на этом действительно, да, вот там до крови бежала, это я к чему, к тому, что смотрите, про тело, вот, они пришли, например, в школу, у них там что-то случилось, не знаю, прыщ на лице или еще, они такие, ну да, сейчас все там, вообще все меня видят, это, кстати, дальше будет, я чуть забегаю вперед, но я пример привожу просто, что как будто все про них говорят, и вот это тело, оно сильно чувствительное, мы тоже дальше еще скажем, когда иногда мы, родители такие, некоторые, ну, ошибки совершаем, ну, сильно надо аккуратно, с выражениями, относительно того, как они выглядят, ну, там, не знаю, даже вот, особенно у девочек, там, поправилась где-то какая-то часть ее тела или нет, ну, вот прям как-то так, очень аккуратно. Да, в этом плане здесь очень важный момент, что он прыщет, ну, она, да, девочка прыщет, может, замечать, переживать, я в школу не пойду, но при этом, совершенно нормально, ходить с грязной головой неделю, да? Это та самая противоречивая. Ну, то есть, у них все время, вот это, да, такая противоречивость, и мы все время относимся к этому с пониманием. И, в общем, у меня на консультации была девочка, которая сейчас в шестом или сезон на классе, не вспомню, в общем, проблема, да, грязная голова, ничего не помогает. И, в общем, один из дней я ее вылавливаю, она, ну, как-то так совпадает, я ничего не говорю, про голову, вот я вижу, у нее чистую голову. И я говорю, вау, ты что, покрасилась? Ты волосы уложила? Ты что такая сегодня красивая? А, сейчас говорю, ты что такая сегодня красивая? и вот я ей отдаю, ну, она правда выглядела очень здорово, и я то, что заметила, ей целиком отдаю. Как вы думаете, стала дальше с грязной головой ходить? Нет. Потому что ей было классно, что я заметила вот эту позитивную ее историю. И в этом плане, конечно, на критику они не реагируют, они критикой будут еще больше делать. Откат, что подберется, ты точно меня будешь таким любить? Так, а если у них будет грязная голова, еще и порванная футболка? Так, опять критика нет, а тогда у меня еще будет грязная обувь, а еще и рыбнула. И голова. И все, обувь, ну, то есть, они все время будут делать шаг назад, чтобы узнать, ты точно меня любишь? И когда ты говоришь, вообще, любого. И, господи, как прекрасно и мелодично там ты рыгнул. И он такой, ну, я свой человек. то есть, они, правда, неинтересно уже потом, да? Да, им, правда, ему там неинтересно вот эту игру играть с оттягиванием резинки, вот это, а с другой стороны он понимает, что все нормально. Ну, они, вот, правда, они чувствуют, ну, то есть, когда приходят на консультацию, особенно дети с расстройством аутического спектра, да, там, ну, типа с расстройством, или синдрома лифицита внимания гиперактивности и так далее. Когда ты даешь какие-то рекомендации родителям, особенно телесным, родитель в 90% в случае говорит, так он меня просил это делать. И ты говоришь, ну, это, ну, дети умнее, точно, они более чувствительны к жизни, у них еще эти ведра на голову не надеты. В этом плане они все время будут добиваться от вас настоящности. Они смотрят на учительницу, например, и видят, что она такая рок-стар, а она ходит, да, там, в юбке до пола. И они будут все время ее раскручивать, чтобы она, ну, стала собой. И у вас то же самое. То есть они видят живую эту энергию и они будут туда колпать, да, пока вот не дойдут до тех. Да, поэтому, смотрите, про эмоции, да, если вообще про эмоциональную часть сказать, что вот как раз ваши сейчас уже где-то есть одинцы, да, это такой самый пик вот этой эмоциональной десабильности, то есть такие скачки от радости до подавленности. Если там взять метафору музыки, то эмоции на максимальной громкости, вот максимум. Поэтому вот эти памятки, которые вы получили, не знаю, все ли получили у входа, вот там про эмоциональную выдержку сказано. Представляете, так вот выдержать, тут громко. Вы представьте, музыку врубили, и вообще, там, сидите, там, диссертацию пишите, например, и вот, а тут ребенок вот на этих максималках. Поэтому еще метафора, да, что с чувствами происходит, это чувственная сфера, это когда как будто в комнате у него в привычной обстановке происходит ремонт, да, и ему вот никуда не деться. В отличие от реальной ситуации, как в комнате ремонт, я там переехала в комнату брата, сестры, не знаю, бабушки, другой дом. А вот здесь никуда не деться, как ремонт или стройка, когда вот все вообще не так, все неудобно, все по-другому. Это, ну, такой тоже очень важный момент. И в этом возрасте развивается вот очень активно эмпатия. Они вот, ну, и почему вот эти сверстники становятся важны, потому что с ними, ну, они все-таки на равных все равно могут. Ну, с нами труднее, да, выходить на равные, а там как-то вот понять, вроде, пытаются подругу, друга, как-то включиться в ситуацию, даже там чувства понимать их. Но все равно при этом важнее я сам себе. Потому что я сейчас, ну, вот через другого себя понимаю. То есть он мне важен, но он мне важен пока для того, чтобы себя понять. И здесь опять важно про противоречие, что эмпатия очень сильно работает, но к чужому. К близкому она не работает. Да, ему первое. Абсолютно. Ну, то есть ему может быть жалко соседку, допустим, лежал к маме. Тут тоже есть объяснение, потому что мама и папа это я. И мне важно, что мама сильная и папа сильный. Мама добрая и папа добрая, потому что это я. Ну, вот еще этой отсоединенности психологической нет. И сюда же важен такой момент, что, например, вы ему какое-то мировоучение даете, приводите какие-то примеры, он говорит, это фигня. Но потом, когда он разговаривает с подружкой, он приводит ровно такие потому что знающий уже человек. И в этом смысле, даже если он говорит вам фигня, мы сеем зерна, которые прорастут через лет десять. И не видно. Если вы каждый раз будете выколупывать и проверять, как вам зерно подсиндует, оно точно не вырастет. В этом смысле... Воды позже будут. Да. А еще у кого есть дети старшие и младшие, тоже можете видеть иногда, как так если подслушивать, и при вас они обычно не будут это делать, как они вашими словами младших где-то учат, где-то там объясняют, ну, кто-то из тебя замечал. Прямо, или интонации, да, интонация очень такой хороший инструмент. На интонации сильно реагируют. Для учителей эта интонация это вообще один из сильных инструментов в их работе. Следующий можно сказать. можно следующий. Мы уже на самом деле мы не совсем как вы поняли все комментируем, что-то мы проговариваем выше, что-то ниже, но вы читаете как-то, если вопросы возникают, готовьте, мы постараемся сейчас уложиться в обозначенные. Может, даже можно следующий с вами? Да, давайте вот, да, я думаю, что здесь прям про рефлексию хотелось бы, но не будем. Да, уже настало время про предложение наше сказать. Да, смотрите, да, ну, в общем, у нас очень много материалов, честно. Да, материалов много и мы, нам самим, правда, очень интересно и мы в большей степени узнаем их, исследуем, пытаемся понять, потому что совершенно точно подростки современные отличаются от подростков, которые были 10 лет назад и 5 лет назад. Учителям сложно, всем сложно, потому что вопросов больше, чем ответов. Это хорошо, хорошо, если вопросы появляются, мы смотрим на них, это очень сильно точно поменялось с появлением такого объема информации. Ну, то есть, во-первых, отношение к детям поменялось, то есть, теперь ребенок это, это вселенная и вокруг него все устраивается. Раньше, да, вот тебе одежда, хлеб, заживай. И где он там находится, непонятно, да, теперь абсолютный контроль и огромное количество информации. Это очень сильно поменяло его адаптацию в современном мире. И мы подумали, что это важно, важно вести диалог на троих, ну, то есть, где-то с ребенком, где-то с родителями, родители с учениками, и поэтому, вот у нас представитель администрации, и он тоже не в курсе про это, мы решили сделать родительский клуб. Эту идею мы вынашивали два года и все, в общем, не понимали, куда ее примерить, и, ну, поняли, что, да, меньше работы не становится, работы становится больше. В общем, первая встреча у нас запланирована на следующую неделю, 23 января. Нужно будет обязательно зарегистрироваться. От количества людей мы поймем, где ее сделать. Если будет человек немало, мы сделаем у нас в психологическом центре с чаем, плюшками, там уютно. Если будет много, то, ну, факт вам в зале. Это будет дальше все ссылки. Первая встреча, то есть две встречи, да, у нас пока запланированы, дальше поймем. 23 января и 6 февраля. Это около понедельника, также. То есть, смотрите, у нас на самом деле, вот мы прям, не знаю, некоторые слайды удаляли и убирали, и понимали, что не будем разворачивать, и там будет возможность прям узкую тему взять и вот как-то вместе. Поэтому, да, можно подальше. В общем, ну, это мост, да, такой красивый просто, метафора, картинка от детства к взрослости, да, вот он такой прям, вот как здесь, мы так специально подобрали, такой туман, там, и пустота некоторая, да, которая вот важна, чтобы она была заполнена самим собой, какими-то своими идеалами, ценностями, смыслами. Здесь может быть, то есть, такое, когда, ну, не знаю, вам как взрослым в работе может сталкивались, когда мы берем новый какой-то проект, и мы примерно понимаем, ну, куда, но как это будет сделано, не понимаем, у нас есть тревога относительно проекта, типа, дома хорошо, в проекте, да, тревожно, и вот что-то мы не спим, не едим, а у него жизнь такая, он вообще не понимает. И в этом смысле мы как добрые, прекрасные школы и родители такие, а ты должен, ну, и в общем, задать ЕГЭ, иначе, ну, и в общем, кучу всего моим рассказов, чего они должны, и соответствовать, или, ну, в общем, в каждой семье, да, по-разному, и в каждой школе по-разному, но для него это вся жизнь, то есть куда он там растет, непонятно, и, конечно, ступенька, на которой я нахожусь сейчас, и удовольствие здесь и сейчас, важнее, чем конец моста, потому что его не видно. Можно дальше сказать. Вот там важен такой слайд, Олива, ага. Есть такое второе название еще у подросткового возраста, как «Кризис идентичности», да, то есть что происходит? Происходит такое, буквально, выстраивание собственной идентичности, понимание того общей, кто и какой, кем я становлюсь, какой я. Это прям важно. Ну вот как-то оформиться, собраться, человека взрослого, нужно прям понять про себя. И мы говорили, что через другого он понимает себя. Я слышу тебя, твою историю, слышу, как ты поступил и думаю про то, а как бы я здесь сделала, а как вот я, окажись в такой ситуации. Это тоже такие диалоги, но чаще со сверстниками это все происходит. И важно, то есть они хотят реально свои ответы найти. И поэтому, когда мы предлагаем прям готовые ответы, ну иногда стоит где-то удержаться от этого готового ответа и всего лишь подсветить. Ну сказать, ну вот у меня вот так было, да, ну окей, у тебя так. Потому что трудно, да, принять, и вот трудно не очистить эти камни из пути, из дороги, как выше говорила. Тоже важно, вот на слайде вы прочитали, видите, что, и вот Ира уже про это сказала, может быть это позже, про то, что вот важно понять вообще, вот такие у меня любят, ну там до дна дойти, да, и убедиться, все-таки такие у меня будут, любить, принимать. И когда вот он колкий, весь такой ершистый, грубый, это совсем не означает, что у него нет потребности, он не нуждается в вашей любви, в поддержке, в помощи. Хорошо, когда, как родитель, да, я узнаю, а вот там, моего ребенка какой язык любви, да, возможно, вы слышали, есть такая книжка «Пять языков любви», и оказывается, мы каждый там говорим, ну в идеале на пяти говорить, но у кого-то есть свой преобладающий, вот там, понимать только ребенка, а как он вообще понимает, что я-то его люблю, да, когда я помогаю, когда подарки дарю, ну, тоже здесь можно, кстати, если будет интересно, прямо про это тоже отдельно, поговорить и сделать такую тему. Дальше, тоже уже было сказано, но вот дальше слайды можно, там как раз будет прокрут, да, ну да, вот здесь мы этот слайд тоже хотели удалить, в общем, все из психофизиологии мы удалили, кроме этого слайда, чтобы, да, вот, можно было его сфотографировать, и, собственно, понимать, что он вообще не видела, то, что с ним происходит, он не выбирал, чтобы его гормоны начали меняться, он не выбирал, чтобы у него там тело начало изменяться, он не выбирал ничего из-за того, что с ним происходит. И здесь это важно понимать, что, ну, вот я как психофизиолог хочу с родителями делиться, про это рассказывать, и вот первая встреча наша будет на следующей неделе, ровно через неделю, она как раз будет про это, как связан мозг, тело, и образование, ну там, или успех, с тем, что, да, есть у нас ствол головного мозга, лимбическая система, кора головного мозга, и вдруг так происходит в подростковый возраст, кора-кора работала, да, наша там ломаная доля прекрасная, и в подростковый возраст она говорит, ну нет, я сейчас как бы тут не сильно работать буду, потому что вся твоя энергия уходит на то, чтобы понять, как эти гормоны вообще обуздать, как сделать так, чтобы твоя кровь, твоя рекордная система, это все жидкости в организме могли нормально работать, потому что у тебя тут, простите, вместо одного, там, тысячной миллиграмма тестостерона, теперь целый миллиграмм, и я не понимаю, как тебя усыпить, потому что, когда у нас дофаминовая, вот этот рост идет, дофамина, он очень связан с мелатонином, мелатонин — это гормон сна, и мы все точно знаем, что подросткам очень тяжело уснуть, там, раньше, примерно, на двух-трех часов ночи, не потому что ему в телефоне интересно, он, может быть, этот телефон использует как возможность уснуть, потому что просто мелатонин в этот момент не вырабатывается, в этом плане давать ему таблетки мелатонину — это плохой прям, здесь другие есть варианты, и вот про это все подробно, насколько это возможно, мы поговорим ровно через неделю, можно в следующий слайд. Да, могут вопросы же быть, чем он, конечно, появится. Ну, этот слайд тоже вы можете нефотографировать или прочитать, но здесь, ну, да, может быть, пока там вы если фотографируете или читаете, могу сказать, что в этот период им очень важно чувствовать вот эту историю с риском, и наша задача, как взрослых, не лишать его риска, а найти культурную форму, в этом плане, да, вот мы в школе вот он может рискнуть и написать разные слова на этой лестнице или рисунки нарисовать, и мы там потом закрашиваем, да, если в котиках там превращаемся, как такое. Либо мы знаем, да, у нас есть там скайфлай, это полет в этой трубе, у нас есть всякие батутные центры, у нас есть пещеры походы, у нас есть скалолазание, у нас есть много разных, ну, в бассейн, прыгнуть с вышки, у нас есть много разных моментов, как это можно сделать, потому что кортизол из организма не выводится медитациями или подышать, он выводится активной физической нагрузкой. Мы получили этот уровень кортизола, да, это гормон стресса, очень важно его вывести физическим способом, да, поэтому они вообще-то поступают здорово, что врезают тому мальчику, который их за косичку дёрнул, потому что получила кортизол и избавилась тут же от него, зачем его, да, хранить и что-то анализировать. Но в этом смысле мы как взрослые, мы тут взрослые и мы им эту культурную форму обеспечиваем. Вот, про это через неделю подробнее. Можно следующий слайд? Да, подключим. Че, ляда? А, ну, давайте. Мы, в общем-то, собственно, стремимся к реальному образованию, нам очень важно не чтобы он зазубрил всё и потом на ЕГЭ выдал, вышел с ЕГЭ был всё, что с ним происходило. А мы говорим про общий культурный ПГ, чтобы ему было здорово быть интересным, умным, эрунгированным. И, давайте быть честными, ни одна школа в России не закрывает всех потребностей. У нас нет уроков в кино, у нас нет уроков и назначен маркетинга, у нас нет уроков полового спектра. То есть у нас множество профилактиров, из вас все здесь математики, историки, географы. То есть у нас есть очень много всего в мире того, что школа не может захватить. Ну, нам повезло, в нашей школе есть психология, тура, глицет, у нас есть театр, у нас есть курсы по выбору. Спасибо им большое, что они всё ещё есть и как-то у нас администрация умудряется их удерживать, потому что они могут познакомиться с швейным, ну, я не знаю, вы сами знаете про курсы по выбору, это огромный список, я его не знаю, так как вы, наверное, потому что, ну, удержать это для администрации стоит очень больших усилий. И затраты. И затраты усилий для всей школы очень, очень тяжело это сделать. Но мы знаем, что это важно, нам важно, чтобы он попробовал разное, многое и так далее. Но помимо этого, чтобы у нас случалось реальное образование, нам важно, ну, слайд, видите, да, Да, но это вообще обормили, подытожили, что ему важно не только знать математику русский, а ему важно понимать своё тело, иметь абстрактное вот это мышление, да, поэтому спасибо урокам труда и чего там, технологии, что там есть такая возможность, ну, там, ИЗО и разным другим мероприятиям по типу школу украшать. Кажется, да, что это мы сейчас будем школу украшать? А вообще-то это важно. Это важно для них, для формирования их ресурсов. Поэтому вот это такая схема, которую мы держим и стараемся в разных местах её насыщать, и понимаем, что школа здесь одна точно не справится, потому что он ещё и дома есть. И вот хорошо бы, если бы мы как-то с вами разделяли это. Можно следующий. вопрос сейчас как раз про нас, взрослых, родителей, да, дальше можно ещё на памятках тоже про это есть. Мы прям реально это считаем важным, потому что когда он сильно громко и на больших скоростях, у него много энергии, но у нас, то есть мы помним, мы взрослые, и у нас есть выдержка. У него нету, он не регулирует, не умеет ещё, ну, это вот как раз вы слышали почему, да, про гормоны и прочее. Поэтому мы для них, не только родители, учителя тоже, учителям попадает такая, знаете, поверхность для трения. Там есть цитаты, вот, она такая, наверное, из современных, может быть, Ирина Киперман, да, у меня много такого интересного, она очень так интересно и вкусно, знаете, выражается. Поверхность для трения, то есть взрослый такой, в общем, более хотела показать. В общем, смотрите, такая поверхность для трения, от которой постоянно он как упирается, трётся и что он делает, для чего, чтобы вот какую-то индивидуальность собственную оформить или вот вытащить её буквально, какой-то такой свой почерк, чтобы был, да. И вот здесь, смотрите, когда, ну, там, родители, мы же тоже обижаемся, бывает, ну, кто-то сказал или сделал, да, не знаю, вроде бы обещал, не сделал, ну, что он, не вас ударяет, да, опять же, метафорически, если говорить, а об вас. И вот, если в этом контакте понимать, что он сейчас, что-то с ним происходит важное, тогда это как-то, знаете, вот чуть облегчает собственное родительство. и ты хочешь поделиться, наверное, такими своими некоторыми пунктами, коротко постараюсь, что мне помогает оставаться какой-то неидеальной и даже не стремиться к идеальному материнству или родительству и, ну, в принципе, оставаться там в контакте, да, со своим подростком. Ну, первое, я всегда себя вспоминаю, как мне было непросто в отношениях с родителями где-то и вообще, как я там менялась и что со мной происходило. Второе, я эту фразу услышала давно, у меня не было тогда еще детей, что, как бы, какими бы вы идеальными родителями не были, вашим детям всегда будет что рассказать своему психотерапевту. Поэтому, ну, вот, знаете, там, нас воспитывали и мы, например, ну, как-то не очень понимали, там, не знаю, почему вот по субботам надо убираться, типа, что к чему выходной убираться надо. Я так не буду делать со своими. Ну, да, мы можем так не делать со своими детьми, но мы сделаем что-то такое, то, что он потом скажет. Я вот никогда там, не знаю, по воскресеньям, ну, например, да, если по уборку. Поэтому, вот здесь, ну, нету вот какой-то формулы идеальной, как бы нам не хотелось, да, как бы где-то. И третье, такое тоже важное, наверное, когда я понимаю, что она сейчас, ну, моя дочка, да, она сейчас с моей помощью, вот с ней, ну, как это, с моей помощью, с ней происходят какие-то серьезные глобальные изменения через, там, крик, слезы, боль, ее обиду, возможно, страх, ну, вот эти все эмоции, знаете, яркие, любовь в том числе, она реально как-то приходит к, ну, к какому-то, хотя бы, там, зачаткам понимания у себя, вот это самопознание, мы, мы про это уже говорили, там, где-то было на слайде, да, то, что они делают, как-то исследуют и себя познают. Вот, а потом уже, когда взрослые, если, там, что-то недопоняли в подростковом, мы идем к психотерапевту и там пытаемся себя принять. Здесь мы понять пытаемся оформить, а потом принять. Вот тоже так бывает. Вот. Вы же знаете, да, паспортный, психологический возраст. В этом смысле подростком можно 40 лет быть. Это было мое удивление на курсе возрастной психологии в университете. Когда я узнала, что 40 лет можно быть подростком? Как? Такое, ну, мне тогда учитель у нас сказал, да, такое бывает. Вот. Дальше. Здесь, наверное, все прочитали. Следующий слайд. Можешь и так прокомментировать. Да, но вот здесь, да, здесь я, ну, не буду это зачитывать, но здесь, наверное, важную историю, которую хотелось здесь поднять, что, если вот мы разбираемся в консультациях, мы понимаем одну простую историю, что оценки, которые мы требуем от ребенка, это вопрос нашей какой-то боли, что мы говорим, ты получай иди пятерку, чтобы мне гарантировать, что с тобой все будет в порядке. Я за тебя боюсь, я за тебя волнуюсь, я за тебя переживаю, хочу, чтобы у тебя было хорошее будущее. Иди зарабатывай пятерку, чтобы мне было спокойно. И в этом смысле это всегда история про то, ну, что мы делаем. И, конечно, это сложная такая история, и здесь может быть вообще какая-то философская, да, и поднимать эту историю про то, что они пришли к нам сюда для того, чтобы чему-то нас научить. То есть мы такие, ну, взрослые, стали взрослые, нам этот мир понятен, а потом приходит он, он говорит, прикинь, заброшки, это круто. Вот. Ну, или там еще что-то он рассказывает про этот мир, про какой-то сленг, про какие-то такие истории. И этого можно бояться, потому что мне это неизвестно, и я буду этого бояться. А можно тоже ходить психотерапевту, и не бояться. В общем, ну, то есть каждый раз, когда нас что-то беспокоит, тревожит, и когда мы придаем этому большое значение, надо спрашивать про что, ну, а что я такое хочу себе. И вот, когда мы говорим про оценки, это на самом деле такая очень большая тревога, потому что кажется, что это гарантия. Пообещай мне, что с тобой все будет в порядке, да, и вот я сейчас буду здесь вместе с тобой. И это, ну, то есть мы всегда говорим, да, про баланс. Мне не важны оценки совсем, он еще все равно на тебя, и как ты там учишься, да, это такая другая совершенно крайность, мы без прекрасной категоричности. И здесь вот важная история, что подростки это супер, ну, вот, мой самый любимый возраст, потому что они самые настоящие, у них души и жизни вообще столько, что это просто великолепно. И что для них важно, что они не слушают слова, они слушают интонацию и межстрочный интервал. Вот когда мы видим, нам кажется, что там прозрачно, на самом деле там все. И в этом плане, когда, например, я подхожу к нему и говорю, ну, делают у меня там ребенок, там, племянник, кормушку для птиц, и я когда говорю, ай, давай, сделаю я, я так говорю, давай я сделаю, тебе помогу, я такая молодец, заботная, да, что за жетон, ты не справишься, ты уже не справляешься. И в этом плане очень важно, чтобы кормушка была косой, кривой, ну, его, да, чтобы поделка была косой, кривой, ужасной, ну, его, собственной. И в этом смысле, классно, это твое сделанное. И, ну, такое там, есть золотое правило, что мы из этого слайда удалили. Ну, в общем, у нас раньше было прям написано спросить у него. Ну, в смысле, то есть, тебе надо помочь? Нет. Твоя ответственная. А если он просит помочь, всегда важно помочь, а не говорит, ой, что ты опять там спрашиваешь? Сам ты справишься. Давай, все, иди, не мешай мне. Когда он просит о помощи, это не значит, что он просит сделать за него. Иногда он хочет этого контакта, да, то есть, там, поселить вместе, рядом с ним, потому что, ну, обидно вообще-то, когда он приходит из школы, должен дальше продолжать работать, а родители всегда телевизор смотрят. Надо всех напрячь, да, чтобы всем было так же хорошо, как и ему. Можно следующее? Вот он уже как раз там, ты вот как раз, мне кажется, про это уже так немножко говоришь, что, типа, про контакт вот это, или связь эмоциональную, ее вот вообще, несмотря ни на что, важно поддерживать, да, и как один из вариантов, это только один из, как специальное время, когда, там, вы договорились, что сегодня мы вдвоем, особенно в семье, где есть еще дети, да, но это трудно найти время, понимаем, ну, вот, но это важно, и тогда выбираем гаджеты, какое-то, какое правило есть, и мы, ну, вы там по-честному слушаете, и вот дальше будет тоже, вот здесь мы говорим про, когда задаем вопросы, но они такие тоже, знаете, не из разряда, там, допроса, и расследования, а когда я задаю вопрос, понимаю, что вот ему сейчас через вопрос, как-то вот свое, что-то обнаружит мнение, позицию, ну, позицию вряд ли, хотя бы вот мнение, поэтому я интересуюсь, но так по-честному, а вот из того, что надо интересоваться, лучше, ну, что не интересоваться, ну, что сказать, блин, я сегодня устала, прям, говорить не хочу, не знаю, время надо, потому что, смотрите, вот подростки, как я уже сказал, они реально очень честные, искренние, и они нашу фальшь, да, так скажу, чувствуют очень, и вот искусственно тоже хвалить не надо, потому что они прям, ну, не поверят, и иногда, вот я уже говорила про чувства, да, когда мы можем сказать им, ты сейчас злеешься, я там это, они могут сказать, ну, в смысле, ну, я не злюсь, то есть иногда они даже могут сказать, типа, не надо за меня тут, значит, решать, что я чувствую, и мы иногда можем реально не знать, что он чувствует, но опять же, мы можем не знать, потому что у нас у самих спектр эмоциональный, не такой может быть богатый, да, и тогда вот это вопрос, там, задачка развития для внутри семьи быть, вот, все написано, можно дальше, ну, то есть смотрите, тут еще что важно, вот эти нравоучения, они где-то важны, но они не позволяют, они мешают, да, оставаться в контакте с ребенком, в этот момент, вот, и тут такое другое, там где-то задаем вопрос, а здесь слушаем, да, видим, слушаем, наблюдаем, вообще наблюдательная позиция очень сильно тоже порой помогает, тоже про это говорили, вот я даже, здесь можно тоже вставлю к этому слайду, у меня такой был комментарий, что мы ходим по всем классам, мы знаем про каждого ребенка, понятно, что так, если вы скажете, а вот Сидоров Иван, ну, там долго надо картотеку подгружать, но в принципе шанс есть, если дождаться, но в целом, что точно мы можем сказать, что в этой параллели пятых классов и в параллели шестых классов, кстати, нет ни одного ребенка, про которого можно сказать, что это крайне сложный ребенок, и мы его держим на каком-то особом, сильном контроле, в этом плане, о чем это говорит, о том, что кажется, что вы можете, да, своим детям доверять, ну, в смысле, я доверяю твоему процессу взросления, я тебе верю, с тобой все хорошо, ты это выбрал, тебе это интересно, значит, это почему-то на этой ступеньке, да, там сейчас важно, и в этом плане, при этом я вспоминаю, знаешь, сейчас про что мы не сказали, что разность мы заметили, да, сильно, ну, про табличку я сейчас помню, ну, не знаю, может, не здесь всегда, ладно. Все, можно в следующий слайд? Да. Это все мы уже завершаем, прям почти, почти, тоже такой, знаете, момент, мы про это проговорили, да, про то, что ребенок запрашивает вот этот статус уже, вот этот взрослый-взрослый, а когда в этом статусе, в этой позиции, ну, там уже не работает, я верила, я сказала, и еще, знаете, мы иногда смеемся, говорят, мы договорились, а как вы договаривались? Ну, я сказала, а он, ну, он услышал, то есть, мы договорились, ну, типа, а я и сделал еще, кто договорился, то есть, в своей голове я договорилась, но они реально уже хотят, чтобы учитывали их мнение, их интерес, но они могут не верить, что оно реально будет учтено, и молчать. Да. И говорить там, не знаю, там, не знаю, куда вместе, вот, вот, не знаю. Сейчас ты должен будешь участвовать, принять решение о том, куда мы поедем отдыхать, да, ну, скажи, не знаю, может, и не знать, да, на самом деле, вот, боятся сказать, дополнять. Ну, да, здесь тоже, мы про это будем, наверное, говорить на встречу уже 23, ой, 6 февраля, но здесь, важно, да, такой момент, что, конечно, это все, вообще, родительство, это такая абсолютно творческая история, в этом плане, да, вот такое основание, там, про доверие, а дальше какие-то творческие моменты, в этом смысле, манипуляция какая-то, она, ну, кажется, без него никак, но она такая должна быть честная, да, когда я понимаю, что я где-то, ну, не совсем, там, поступаю, там, супер искренне, но в этом плане, он стирает носки за собой, и я говорю, вау, классно, ты молодец, он уходит спать, я перестирываю эти носки за ним, и он об этом никогда не узнает, но на утро просыпать, ну, блин, круто, чисто носки постирает, ну, и он никогда про это не узнает, он забивает гвоздь, его хвалят, он уходит, не знаю, кушает, и папа перезабивает гвозди, и он всю жизнь думает, что это благодаря нему, выросли огурцы, потому что киплицу построил он, несмотря на то, что гвозди были забиты так, что вы видите, и там ничего не выросло. Да, можно следующий слайд? Все. Это какое правление? Последний слайд, так вот, тоже то, что говорили, да, хорошая картинка, Затяна Ивановна Инстус когда-то нам ее показала на спецсвете, мы, это ее авторство, мы так со ссылкой на нее, но нам сильно нравится, потому что вот, тоже помогает с подростком находиться рядом, понимает, что он смотрится в нас, да, некоторое зеркало, и мы ему отражаем, он упирается, и ему важно упиреться, потому что если стенок не будет, его там вынесет куда-то, и он упадет. Мы сообщники, и больше нам, как учителям, да, предлагалось, то, что у нас общее значимое дело появляется в школе, и вот, мы в позиции сообщников, помимо того, что еще и защитниками, но защитники вот как раз чаще родители, которые вот, у которых милосердие, сострадание, тепло, уют, и вот, они примут таким, какой есть. Это какой-то мой пример, просто мы подготовили родительское собрание, Катя говорит, кажется, я должна была тебе позвонить и сказать, что я не имею права вести это родительское собрание, потому что у меня такой конфликт, кризис был со своей дочкой-подростком, что кажется, я не имею права вести родительское собрание. И рассказывает родителям, я говорю, это и есть показатель того, что точно имеешь право, потому что, несмотря на то, что это такой кризис, когда вообще все твои теории рушатся, ты продолжаешь оставаться рядом с ней, признавая, что ты не справляешься, но при этом продолжаешь ее любить, себе ей доверять, и все еще ну как бы оставаться рядом с ней. В здравом доме. Да. В этом беззатом можно еще. Вы знаете, сейчас цитата у Ирины Гиберман есть, типа подросткового возраста, когда не убить и не спиться. Ну уж простите, да? Это иногда вот бред. Да, Алина, включи просто следующий слайд. Вот мы, собственно, вам предлагаем, ну, в общем-то, это может сфокрутировать то, что мы рекомендуем. Вот пятый пункт важный. У нас есть телеграм-канал в гимназии универсии. Вот мы, знаете, специально здесь скажем, чтобы какую-то ответственность свою почувствовать и разместить в телеграм-канале, ну, начать размещать в телеграм-канале какую-то вот что-то психологическую, полезненькую, короткую, полезную, применимую. Да, вы можете сейчас пройти по ссылке, сфотографировать. Мы вас приглашаем в наш телеграм-канал, потому что кажется, что если вы будете знать, чем живет школа и сколько там всего крутого делается, вы будете больше ей доверять. А еще... А? Это общий. Да, это общий. И в этом смысле мы очень сильно вас приглашаем присоединиться душой. А кто-то уже есть, да? Я понимаю, кто-то есть, да? Присоединиться. У нас в апреле месяце будет большой праздник, 106-й день. И кажется, что если вам будет это интересно, то мы можем много всего полезного сделать. И, Алина, включи, пожалуйста, следующий слайд. Если вы хотите присоединиться к родительскому клубу, просим вас зарегистрироваться, чтобы мы поняли, где размещаться, чтобы... Если вас будет мало, мы соберемся в маленьком пространстве. Если будет много, то соберемся в большом пространстве. Да, нет? Две темы. И вот 6 ноября, ой, февраля будет тема разбор кейсов. Там будет, ну, много что. Самые распространенные кейсы, с которыми мы встречаемся. И в этом смысле вы можете задать свои вопросы. И мы там эти кейсы разберем. Или вот 6 числа, ой, 23 числа появятся кейсы, и мы их вынимем. Да, да. Кстати, может быть, мы до 3-го пора... Ну, посмотрим. Да, все. Вы разогнете, сколько вас, да, желающего будет. Спасибо за внимание. Да, спасибо большое. Спасибо. Что можно? Время? Время, скорее всего, да, будет также 18.30. Все, отпускаем вас по собранию. Спасибо. Спасибо.